Бу! Страшно? Хуй с тобой живи пока. Здрааассь! Добро пожаловать в наш уютненький дурдом. Для всех новопревавших, кто совсем дупля не отрезает куда он попал, я вкратце объясню. Мы здесь самоделки проверяем на работоспособность. Ну а перед началом прошу меня простить, понять и поощрить. Поощрять можно по ссылке в описании к этому видео. Там есть еще в начале. Donation Alerts. Но все-таки минутка рекламы. Вот представьте себе ситуацию, что вы любите очень книги, любите читать и готовы читать даже в ванной. Конечно же, книгу можно замотать в стречи и тем самым обезопасить ее от падения в воду, но вот, блин, страницы перелистывать вообще ни хрена неудобно. Да и читать, собственно, тоже. Ну а так, если разобраться, то вообще нахрен оно вам все нужно. В случае, если есть готовые решения, например, Покетбук Аква. С абсолютно безвредным для глаза ЕИНК-экраном и целой кучей еще других прикольных фишек. Почему ЕИНК-экран это круто? Потому что, во-первых, один в один, как лист бумажной книги, все четко и при чтении глаза не напрягаются. Ну а второе, это то, что в отличие от смартфона, экран Покетбук не убивает глаза, потому что Покетбук вообще не мерцает и не бликует на солнце. И третье, такой экран вообще не жрет батарею. Энергия расходуется только при перелистывании страницы. В итоге смартфон от чтения умрет через день-два, в лучшем случае. Ведь слово Аква в названии как бы намекает, что Покетбук Аква влагозащищенный. Это, правда, можно мыть и мочить водой, можно читать под дождем и хоть на Титанике. Даже манту нельзя мочить, а Покетбук в мочи сколько влезет, вообще ничего не будет. Покетбук читает все форматы книг. Можно скачать прямо на ридер с интернета. Несколько десятков тысяч книг в одной коробочке. Крутотенечка. Еще плюс настраиваемая цветная подсветка. Можно юзать под настроение время суток. Ночью можно читать в рыжем свете, как под лампой или чак. А утром белым-голубым, чтобы проснуться быстрее. Ну а что лично в этом Покетбуке мне понравилось, это то, что он тонкий и легкий. И еще одно. На все Покетбуки фирменная гарантия 3 года и бесплатная доставка по России. Это вам не это. Ссылка на нормальные Покетбуки в описании под этим видео. Ну а мы, в свою очередь, начинаем начинать. И как полагается, в начале коммент дня. Скиньте ссылку на видос, как сделать газосварочные очки, как у доктора Дью. К сожалению, мой дорогой друг, эти очки существуют только в твоем воображении. Как, собственно говоря, и сам доктор Дью. Ну а несмотря на тот момент, что все мы с вами в данный момент находимся на полигоне по переработке, испытанию и сортировке новейших технологий впрыска органических удобрений в форсажную камеру турбореактильного двигателя, высираемых тоннами ежедневно кандидатами сельскохозяйственных наук, сегодня, несмотря ни на что, часть самоделок будут годными. Все, как вы хотели. Ну, несмотря на достаточно годный лайфхак, который у нас будет сегодня первым в выпуске, он вызвал бурю эмоций у огромного большинства моей аудитории, которая, в свою очередь, прислала мне ее 100 тысяч миллиардов раз. Оцинковка машины батарейкой. Смотрим краткую версию, потому что полная версия пиздец какая длинная. Всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать очень простое, но в то же время очень эффективное устройство для борьбы с очагами коррозии на автомобиле. Устройство настолько простое, что его может сделать даже ребенок. Для его изготовления нам понадобятся обычные соляные батарейки, причем на них должно быть так и написано, что это солевые батарейки. Обычно самые дешевые батарейки это как раз соляные батарейки. Вот здесь вот на этикетке написано, что батарейки соляные. Самое забавное, что в нашу современность найти чистые солевые батарейки, без примесей, меркурия или еще чего-нибудь, такая проблема, что проще найти ЛСД или героин с кокаином. Я вам серьезно говорю. Я прошел не один магазин и везде на меня смотрели как на полного долбоеба, поскольку я интересовался именно составом, а не тем, как долго сможет проработать батарейка, поскольку я искал самую хуевую батарейку. Здесь настолько чистый цинк, что его частота 99,9%. Насчет 99,9% не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но как вы уже догадались, батарейка является всего лишь источником сырья. А именно цинка. Ну а поскольку прикинуться доктором химических наук для меня не составляло ни малейшего труда, я проник в химическую лабораторию нашего местного завода и спиздил там чуть-чуть цинка. Хи-хи-хи. Вот. Как вы понимаете, форма и размер не имеют ни малейшего значения. Самое главное наличие цинка в этом цинке. Затем понадобятся обычные ватные диски. Берем один ватный диск, оборачиваем им батарейку и закрепляем его с помощью резинки. Далее берем обычную паяльную кислоту, ортофосфорную, и смачиваем ватку, которую мы закрепили на батарейке. Подключаем электрическую прищепку нашего устройства к плюсовой клемме аккумулятора. И теперь с помощью вот этого устройства мы можем удалять ржавчину, да не просто удалять, а даже оцинковывать металл. Просто прижимаем вот это устройство с моченной ваткой к месту коррозии. Сама ржавчина уйдет, а металл, который был ржавый, покроется слоем цинка. Нужно просто вот так вот прижать и подержать несколько минут само наше устройство. Цинк из корпуса батарейки перейдет на металл на кузове автомобиля, и это место в дальнейшем больше ржаветь не будет. После оцинковки от ржавчины не осталось и следа. В данном случае мы имеем дело с двойным фокусом, поскольку здесь протекает две химических реакции. И ортофосфорная кислота, попадая на поверхность эксида железа, превращает его в фосфат железа, а в результате электролиза при помощи электролитического раствора в виде ортофосфорной кислоты цинк проникает на поверхность фосфата железа, превращаясь в фосфат цинка. Сложно, не правда ли? Но тем не менее, в результате такого вот нехитрого трюка мы все-таки получаем неплохой антикоррозионный слой, один минус которого, чем выше напряжение, тем рыхлее слой. Для того, чтобы получить слой плотный, нужно напряжение как можно ниже. Но из-за этого реакция протекает крайне медленно. Ну что же, давайте проведем эту реакцию и посмотрим, на самом ли деле она работает. Поскольку в моей мастерской всякого ржавого говна хоть отбавляй. Аж глаза разбегаются. Для проведения данной химической реакции нам понадобится ортофосфорная кислота, пара глотков, аккумулятор, кусок ржавой хуни, один штука, немного проводов, рызыночка, один штука, ватный диск, один штука, ну и собственно цинк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну как вы уже поняли, бороться с мелкими очагами коррозии очень даже можно. Но вот если нужно оцинковать машину целиком, то я думаю, что придется бомбануть целую батарейковую фабрику. Потому что одной батарейкой тут дело не обойдется. Хочу добавить кое-какие пояснения, которые забыл упомянуть автор. А именно, пятно контакта очень сильно греется. И из-за этого обильно испаряется сама кислота, которую нужно постоянно подливать. Потому как реакция постепенно замедляется с испарением кислоты, само собой. И плюс ко всему, аккумулятор емкостью 4 Ач всего за 5 минут работы просел на 0,15 В. Поэтому за зарядом у батареи тоже стоит следить, поскольку падение напряжения ниже 9 В считается критическим. После чего аккумулятор к штатному режиму уже полноценно вернуться не в состоянии. Так что имейте в виду. Ну а для ускорения процесса я вам крайне рекомендую перед тем, как вы перейдете непосредственно к электролизу, само пятно ржавчины промазать как следует ортофосфорной кислотой, которая в свою очередь без всяческого электролиза превратит оксид железа в фосфат железа. И вам лишь останется после всего нанести на поверхность фосфат цинка. И это будет гораздо быстрее, чем сразу приступать к работе и пытаться превратить ржавчину в красивое серое пятнышко. И все это будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-сука-медленно. То есть для тех, кто не понял, если попадаться с двумя квадратными сантиметрами ржавчины, то вам придется потратить на это где-то полчаса времени. Ну а чтобы оцинковать всю машину, я думаю, всей жизни не хватит. Ну а что касается самой поверхности, то как вы видите сейчас у себя на экране, то она из ржавой превращается в поверхность красивого серого равномерного цвета, который в свою очередь плюс ко всему еще и повышает адгезию. И после этого, для тех, кто не в курсе, что такое адгезия, это способность прилипать. Краска прилипает к данной поверхности гораздо лучше, чем к какой-нибудь другой. И покрасить с дальнейшим успехом на то, что эта краска не отвалится, шансы вырастают кратно. Ну а вообще на будущее самый дельный совет, который можно дать в данной ситуации, так это не покупайте корейские ведра, китайские ведра и отечественные ведра старше 10 лет, потому что батарейка будет ваш постоянный друг, поскольку металл там полное говно. Ну и как вы уже, наверное, догадались, самоделка или в нашем случае лайфхак далеко не полная хуйня и вполне себе работает. Ну а мы в свою очередь едем дальше. Следующий видосик относится к категории дичь, и поскольку у всех самодельщиков в последнее время испытывается жесткий кризис жанра, то они тут же наперегонки ломанулись пиздить друг у друга свеженькую идею и превратили очередной высер в целое искусство какать. Ну а забегая вперед, они на этот раз изобрели крайне эффективную и произведительную деревообрабатывающую поебень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Техника безопасности данного изобретения настолько на высоте, что сейчас даже вот те мои два баллона, по которым я стучал молотком, заплакали в уголочке. Несмотря на огромный риск резко сбросить вес путем ампутации какой-либо из конечностей, кому, как ни мне, и всем моим альтернативным личностям сейчас все это дело изобретать. Все, как говорится, ради искусства и во имя жанра. Но немножко ссыкотно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я вам так скажу. Не знаю, как это выглядит для вас на экране, но для меня вживую выглядит крайне страшно. И я бы сказал, что это можно вполне полноценно использовать для съемок в фильмах «Пила». Ииии, я думаю, что сейчас придется прибегнуть к дополнительным средствам защиты для работы с этой неведомой ебаной хуйней, потому что как-то совсем я не планирую умереть сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время проверять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, не хочу сказать, что самоделка полная хуйня, но вот то, что этой самоделкой можно легко себе вспороть пузо, или оторвать какой-нибудь палец, или еще что-нибудь себе сделать, при средне статистической скорости вылета шарика весом 0,33 грамма из пневматического ружья со скоростью 100-150 метров в секунду он вам может доставить незабываемое ощущение. Ну, а учитывая тот факт, что мои кровельные саморезы весят 4,54 граммах, то при помощи нехитрых математических манипуляций можно выяснить, что он тяжелее шарика в 14 раз. Ну, то есть, если вы вдруг не догадались, то этот объект проникнет 14 раз глубже в ваше пузо, если оторвется. Следовательно, вероятность высрать этот болт гораздо выше, нежели вероятность достать его собственными руками из своего же пузо, не прибегая к помощи специалистов. Не без удовольствия я констатирую тот факт, что самоделка полная хуйня, как минимум по той причине, что она может оказаться для вас фатальной. Ну, а если вы, в свою очередь, решили как-нибудь экстравагантно покончить жизнь самоубийством, то эта самоделка, я думаю, вам как раз подойдет. Я вообще не представляю, какие нужно принимать вещества, и каким кретином надо быть, чтобы такое высрить, да еще и назвать То есть, как бы по-американски это значит сделай и себе. Вы, возможно, спросите, а для чего вообще это адово хуеверт может пригодиться, но я вам скажу, что это необходимо для того, чтобы на черновую ободрать какую-нибудь древесину, для того, чтобы потом изобрести какую-нибудь красивую скульптуру. И там нужна бешеная производительность и все такое. А вот, собственно, текстура и красота поверхности не так важна, потому как еще будет постобработка. Но, тем не менее, я бы сказал, это очень рисковая затея. Следующую самоделку по достоинству оценят плотники. Тут можно сразу не отходя от кассы говорить, что самоделка полная хуйня, поскольку она абсолютно неудобна в использовании и плюс ко всему она просто полная хуйня. Конечно же, сейчас обязательно найдется хотя бы один, кто возразит мне и скажет, что, мол, неплохая самоделка на случай, если вдруг не нашлось молотка. Забавно, не правда ли? Сварка есть, бормашина есть, электроды есть, электричество есть, тиски есть, есть болт и даже очень длинный болт для того, чтобы сделать из него ручку нашелся, но вот, кстати, молотка, к сожалению, не нашлось. Забавно. А, совсем забыл, даже нашелся магнит, и не абы какой, а неодимовый. Сразу не отходя от кассы, должен констатировать тот факт, что опять ничего нового не изобретено. Это обычный плотницкий молоток, который имеет магнит в байке для того, чтобы очень удобно для себя наживлять гвозди в древесину. И купить его можно всего за 338 рублей, например, на всех инструментах. Ну, а в случае, если сумел освоить видеомонтаж, съемку и даже YouTube, то уж как-нибудь с интернет-магазина этот молоток можно заказать. Охуительно, не правда ли? Давайте попробуем повторить, и я вам сразу расскажу о своих ощущениях и об удобстве работы с данным инструментом. А для изготовления данного инструмента нам понадобится, в первую очередь, большой болтик. Ну, а когда нужно повторить какую-нибудь самоделку максимально хорошо, необходимо нажать одну очень важную кнопку. Термоусадки нужного диаметра у меня нету, но выход есть всегда, особенно, когда есть синяя изолента. Не инструмент, а заглядение. Прям не терпится испытать. Ну что же, засылаем снаряд в ствол. И... Так, что-то пошло не так. Еще раз. Вы знаете, иногда очень забавно наблюдать тот факт, что ты хотел разъебать самоделку по одному поводу, а потом в результате испытания выясняется, что есть еще парочка. А самый главный косяк данного молотка заключается в том, что магнитик находится на уровне шляпки, а по идее он должен находиться посредине тела, где засылается гвоздь. Но даже если сделать необходимые улучшайзинки, про которые я только что сказал, самоделка все равно от этого полной хуйней быть не перестает. Потому как во времена моей туманной юности я успел поработать на стройке, и особо провинившимся давали как раз-таки молоток с круглой ручкой. А как этим дерьмом удобно работать, я думаю, знают все плотники. Также хочу добавить, что не просто так бойковая часть сделана тяжелой, а рукоятка сделана из максимально легкого материала. Только так можно обеспечить долгосрочную работу мастера, и он не сломается, поскольку руки себе не отобьет. А вот когда у вас рукоятка того же веса, что и боек, вся сила отдачи при ударе о поверхность передается в ладонь. И после пары десятков гвоздей этой хероборой вообще не представляется возможным дальше работать, поскольку руки уже просто отваливаются. Пожалуй, этим куском дерьма можно дать разве что только в лоб тому, кто его придумал, в надежде, что эти мозги встанут на место, если они там есть. Ну а мы в свою очередь переходим к последней самоделочке в нашем сегодняшнем выпуске, и это, в общем-то, я даже не знаю, как назвать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, если вдруг кто-то до сих пор не допер, то это приспособление для того, чтобы вырезать красивые ровненькие кружочки из железа. В случае, если у вас руки из жопы. Что ж, давайте проверим, насколько это эффективно и вообще работает ли. Забегая вперед, хочу лишь сказать, что когда-то мне необходимо было вырезать кружочек, который мне так и не пригодился, и я его вырезал без каких-либо циркулей, и получилось относительно ровно. Ну а учитывая тот факт, для чего обычно это все делается, то плюс-минус миллиметр в диаметре вообще никакой роли не играет, поскольку только у херового сварщика всегда есть большие зазоры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что же, наша самоделочка готова, и я бы рад вам продемонстрировать ее работу, но есть одно небольшое но. Даже при попытке просто покатать болгарку по поверхности, магнит не в состоянии удержаться на месте и постоянно смещается. Да, в принципе, это можно даже увидеть на видео в первоисточнике, если хорошенько присмотреться. Идея как бы неплохая, но вот только исполнение очень сильно хромает. Не поворачивается язык назвать эту самоделку полным говном, поскольку, в принципе, если очень сильно захотеть, то можно заставить ее работать, но, к сожалению, она так себе. И если все-таки это приспособление вам приглянулось, и вам хочется резать в большом количестве кругляшочки одинакового размера, то вам придется ее доработать. И я бы вам советовал применить, к примеру, магнит от электроусилителя руля. Выглядит эта штука вот так. Преимуществом магнита от электроусилителя руля является то, что он все-таки не сдвигается так просто на поверхности металла. Если его положить на стол, то он не так. Иди сюда! Короче, он не так легко сдвигается. В общем, рекомендую. Присылайте свои херовые и не очень самоделки в комментарии к этому видео, а также присылайте в Инстаграм, отмечайте меня там, если вам удобно. А на сегодня у меня все. С вами был доктор Дью. До свидания. Продолжение следует...